Второй остров. В целом несложный, но именно на нем нас поджидает одна из самых жестоких загадок для решения в один ход. Не будем спорить с икрой. Нарисуем молоток, как она просит. Препятствие на пути не такое сложное, как может показаться. Шарик легко отодвинет его сам. Вот, вот этот уровень. Логичный вариант напрашивается сразу. Сначала рисуем большой кирпич, чтобы потянуть зацепь и убрать заслонку. Примерно так. Теперь толкаем шарик вторым кирпичом. Все, он катится по траектории. Но за один ход. Как? Например, вот так. Объект, нарисованный под землей, выталкивает заслонку и толкает шарик. Можно и иначе. Чуть дольше, но зато без издевательства над физической моделью. Первый шарик сейчас укатится, но ничего страшного. Нас интересует второй. Вроде бы веса должно хватить. Но кажется, сейчас конструкция утащит шарик за собой. Нет, толкнула в нужную сторону. Что ж, вполне корректный вариант. А ведь поначалу казалось, что элегантное решение тут невозможно в принципе. Шарик на одном уровне со звездой. Но разницу уровней можно создать искусственно. Например, поддев его линией. А здесь шарик лежит ниже звезды. Но посмотрите, с какой высоты он падает. Начертим линию и перезапустим уровень. Все, покатился. Задача решена. Второй конец линии опереть не на что. Но мы зацепим ее за две оси. Конструкция получится достаточно жесткой. Можно было обойтись и без осей. Например, обмотать уступ проволокой, а потом нарисовать точно такую же линию. Тут элегантное решение очевидно. Попробуем сделать его еще и классическим. Не будем рисовать оси. Построим тяжелую фигуру с крюком, перезапустим уровень пробелом и только тогда оторвем карандаш от бумаги. Пробел, отпускаем карандаш. Готово. Остров пройден. Все решения элегантные. Вперед к следующему.